Олег Николаев вместе с министром физической культуры и спорта Василием Петровым посмотрел тренировку молодежной хоккейной команды «Сокол», а затем побывал в музее клуба, где увидел достижения дружины за всю многолетнюю историю. Оставил в Рео главы республики запись к книге пожеланий. Официальных гостей ждали ветераны «Сокола» во главе с основателем клуба Владимиром Лощеновым. Все они были частью команды в разные годы, защищая спортивную честь ново-чебоксарского хоккея. Спасибо за всю эту работу. Действительно поздравляю. Желаю, чтобы вы и далее темпелировав, последовательно делали такую работу. Для этого, конечно же, крепчайшего вам здоровья, внутреннего вот такого желания двигаться вперед. Ну и тем самым вместе мы, это значит, с вами добьемся тех результатов, которые перед нами стоит президент страны, вовлечь не менее 70% населения в здоровье и образ жизни. То есть, в результате мы будем чаще работать, чтобы создать инфраструктуру, для того, чтобы люди могли заниматься различными длинными спорта, в том числе хоккеем. А главное создание современных литовых центров у нас есть еще, и они достаточно серьезные. И я думаю, что вот через вот такую совместную работу, то есть государственную инфраструктуру, а мы и пути это все на память содержания, мы, несомненно, добьемся того результата, который нам нужен для умеренного движения в теле. Спасибо большое. Все гости отметили, что команда «Сокол» является неотъемлемой частью истории Новочебоксарска. Клуб прошел долгий, тернистый и славный путь. Воспитал выдающихся спортсменов, мастеров спорта СССР и России, которые представляли и представляют нашу республику на всероссийском и международном уровнях. Сегодня на базе спортивной школы играют в хоккей 13 команд разного возраста, начиная с детских, 2014 года рождения, и завершая молодежной хоккейной командой. Создается молодежная хоккейная лига, которой у нас никогда не было, где ребята могут играть до 21 года, и состоится плавный переход уже из молодежного хоккея во взрослый хоккей, и где наши ребята, я думаю, будут прославлять чувашский хоккей на аренах международных, российских аренах, и будут успешно выступать и защищать честь Чувашской республики. Ветераны Новочебоксарского хоккея подчеркнули, что очень рады, что наша молодежь будет продолжать прославлять позывные великого космонавта Андрияна Николаева, в честь которого и была названа команда. В ходе мероприятия Олегу Николаеву презентовали именной свитер с символикой хоккейного клуба, который он передал в дар музею со своим автографом. Елена Фирсова, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска.